Лето Лучшее время для путешествий Даже если вы не собираетесь за тысячу ворст А путешествуете по родной Ульянской области Ведь с ней так много удивительных, неизведанных, красивых мест Например, здесь, в Индии Удивительное место, Индийский район Он находится в стороне от оживленных трасс и магистралей Больших городов и промышленных центров Но именно поэтому он остается таким желанным и притягательным Для настоящих путешественников-ценителей Чуть больше двух часов дороги от Ульяновска И вы оказываетесь в крае непроходимых чащ, диких рек, таинственных вершин и северных красот Здесь, в реликтовых лесах, бьют кристальные родники По меловых горах прячутся исчезающие озера А на полях красуются лунные пейзажи Именно в этот волшебный край отправилась команда Симбирской кругосветки По одной из версий, название Инза Произошло от мордовского слова инзей – малина Имя свое город получил не случайно Местные края вообще богаты ягодами От вполне привычной нам лесной земляники До совершенно несвойственной для наших широт клюквы Но именно малины здесь особенно много Самых разных сортов, самых разных размеров, цветов, вкусов Жаль, приехали мы не в сезон Пока малины в Инзе можно найти только в музее Уверяю вас, вы сегодня находитесь в уникальном месте В единственном, подчеркиваю, в России музее, посвященном малине Дух здесь стоит невероятный Закроешь глаза и словно ты в жаркий июльский полдень Стоишь у куста с полной горстью ароматных ягод Вот только на деле за зиму даже варенье подъелось Все экспонаты в музее рукодельные Вязаные, вылепленные, вышитые, нарисованные малины здесь вдоволь Экспонаты нам приносят студенты, сотрудники техникума И неравнодушные граждане нашего района Рисуют картины, вышивают, выжигают на дереве Потом приносят вот разную посуду К нам техникум с малиновой тематикой Отсюда и необычная традиция музея От посетителей тут тоже с удовольствием принимают подарки Все, что связано с малиной Поэтому, отправляясь в Инзу, малиновый край Не забудьте с собой захватить что-то, связанное с этой ягодой Так и вы войдете в историю музея малины Как один из его собирателей Да и сами с пустыми руками вы отсюда не уйдете В музее есть вот такие вот сувениры Маленькие, приятные и полезные, главное На такой открыточке сзади рецепт малинового пирога Забираем с собой, потом расскажем, что получится Малина не единственный повод для гордости инзинцев Главное, чем славится этот край, конечно же, лес Деревообработка – одна из основных промышленных отраслей района Есть и другие И обойти их Симбирская кругосветка по понятным причинам не смогла Индинский район славится у нас не только лесными массивами, но также и диатомитом Это полезные ископаемые, которые используются в строительстве, в аграрной, химической промышленности Как оказалось, есть у него и еще одно неожиданное свойство Диатомитовые карьеры выглядят совершенно фантастически, просто нереально Посмотрите на эти лунные пейзажи Кто сможет догадаться, что находятся они в самом зеленом уголке Ульяновской области Сюда на фотосессии часто приезжают блогеры и просто любители эффектных кадров Правда, в этих местах нужно быть осторожным Диатомитовая порода очень хрупкая, буквально рассыпается под ногами Небольшие озерца в карьере коварны, словно болото Ну и, наконец, по своей природе диатомит похож на мел Перепачкаться здесь очень просто Так что прежде чем решиться на лунную фотосессию, как следует подумайте и подготовьтесь Инзу еще называют краем родников Здесь есть свой родник Фонтан, здесь есть кристальные родники Юловского озера И вообще вдоль дорог очень много вот таких родников И у каждого обязательно есть своя история или легенда Родник Пороскева Пятницы явил людям икону В Вездонном роднике вода голубого цвета В Меловых горах ключи забили от падения метеорита И вот таких историй здесь десятки А самих родников в Инденском районе около сотни Но объединяет их одно главное качество Вода здесь очень чистая Во многих ключах минерализированная Содержащая гидрокарбонаты натрия, кальция, магния Так что усталому путнику всегда будет чем удалить свою жажду Отзвуки ушедших лет Старинные храмы, которые в Инденском районе встречаются особенно часто Церковь Рождества Христова в Городищах Уникальна тем, что достроена она была уже при советском режиме В 1921 году Правда уже через 10 лет ее двери для паства навсегда закрылись И с тех пор стоит красавец Пятикупольный храм словно памятник ушедшей эпохи смятения Гордый, статный и разрушающийся Тем отраднее на его фоне выглядит, пожалуй, один из самых величественных храмов Ульяновской области Храм села Петина Еще несколько лет назад не верилось, что местный Исаакий можно восстановить Но храм живоначальной Троицы, построенный Горфеней Аненковой, постепенно возвращается к жизни Здесь вообще было жучее что-то Здесь только 6-7 камазов, столько-только земли, камня и кирпичей, песка Что-то вывезли оттуда, изнутри В соседних села проезжали, люди помогали Потом волонтеры с Ульяновской Это много заезжали, которые были рады Так всем миром и восстанавливают Петинский храм Нашлись и меценаты, местные индинские предприниматели Работа здесь, конечно, не початый край Храм огромный, простоял в разрушении один десяток лет Хорошо графиня Аненкова не экономила Строили собор на века И потому сохранился он по сравнению со многими старинными зданиями относительно хорошо Больших обрушений здесь не было Основа здания уцелела Разве что покладки в паре мест прошли трещины Но специалисты говорят, стянуть и восстановить ее можно Пока же успели укрепить фундамент, восстановить иконостас, закрыть оконные проемы Кровля – один из самых важных вопросов восстановительных работ Не будет ее, здание продолжит разрушаться Но уже совсем скоро маковку храма увенчает купола У северного входа стоят каркасы Осталось только их обшить, и можно будет поднимать Вот только один вопрос Для кого все это? Будет ли паства у восстановленного храма? Ответ явился сам с собой Зато недолгое время, пока команда Кругосветки снимала Петинский собор К нему явились сразу несколько групп паломников Мы здесь, я тут второй раз в жизни А почему вы сюда приезжаете? Просто мне захотелось к Максимушке Просто душа потянула сюда на меня А здесь похоронен мужчина Максимушка Точно о нем я больно ничего не знаю Только за то, что он помогает людям Он помогает больным детям К Максимушке, юродивому, жившему в прошлом веке в село Петина И ныне почитаемым пятенцами за святого Люди приезжают не только из ближайших сел Но и издалека Из Саранска, Ульяновска, Пензы В его память тут возведена часовня В ней венчают, отпевают А в самом храме живоначальной Троицы с 16-го года Регулярно проводятся литургии И на них народ съезжается со всей округи А это значит нужен храм И значит он будет жить А вот это уже совсем другая стройка Хотя тоже на месте почитаемом Правда туристами Турба заранее известна как у Михалыча Сегодня от нее прежней осталась только сама концепция отдыха Основной целью этого проекта является Сделать такое пространство Экологически чистое для отдыха В первую очередь с семьей Это интересы детей должны быть учтены Мы проектируем на данный этап Канатный парк Веревочный парк Футбольная площадка Волейбольная площадка Если идею семейного отдыха у Михалыча Решено было сохранить неизменной То вот с ее материально-техническим воплощением Новому владельцу Антону Кудрявцеву Пришлось начинать с чистого лица Турист нынче пошел избалованный, капризный Любит комфорт, удобство и прочие блага цивилизации Чтобы ему угодить, турбазу решили отстраивать заново Полный цикл Перепланировка и зонирование территории Прокладка коммуникации Застройка новых домиков На выходе совершенно другая турбаза С куда более высоким уровнем комфортно И большей вместимостью Планируется, что отдыхать на ней одновременно Смогут около 150 человек Впрочем, от турбаза Михалыча Сохранилась главная изюминка Необычный дом Первое, скажем, самое главное его преимущество Он находится на острове, окруженный водой То есть посторонние туда добраться не смогут А хозяева как добираются? Хозяева добираются в прежнее время на катамаране Сейчас там мы планируем, скажем, такой небольшой секрет, сюрприз Когда турбаза откроется, я думаю, что всем еще больше понравится этот дом на острове Есть еще один сюрприз для будущих гостей Это сами хозяева скромно называют его мини-зоопарк Но нам кажется, правильнее будет назвать его Большой Зооса Будут тут, конечно, и привычные вольеры с цыплятами, кроликами и другой живностью Но вот такая кабанья ферма в лесочке на мини-зоопарк уже не тянет Ровно как и пасека с эпидомиками Или, иначе говоря, пчелотерапией Размах тут чувствуется во всем А все потому, что люди просто влюблены в свое дело Когда ты улей этот открываешь, туда вот поглощаешь все полностью То есть все эти продукты, вот как раз то, что выдыхаешь, это что-то Потом заряд энергии, это не то, что на день, там на неделю ты заряженный ходишь А у меня даже в течение недели там мысли были, скорее бы на пасеку, скорее бы на пасеку А как нам Олесь рассказывал про высаженный недавно сад Где каждый саженец отборный, необычный, особенный Мы слушали ее и понимали Через год сюда нужно будет обязательно вернуться Просто чтобы увидеть, как зацветет дивный сад Услышать, как жужжат лечебные пчелы Отдохнуть в маленькой Швейцарии на озере Тестовый запуск турбазы планируется в июле 23-го года И, кстати, новое ее название будет Аксаур По имени села, рядом с которым она располагается А наше путешествие продолжается в Коржевке Мы на ферме першеронов Коней удивительной породы Статные, высокие, мощные Не богатырские кони, но кони-богатыри И характер у них под стать Спокойные, терпеливые, добронравные Сергей Кузнецов занимается разведением першеронов уже более 10 лет В его конюшнях чистопородные особи Родословные которых уходят корнями во Францию Всего в табуне около 70 голов Но среди них вы не встретите ни одной пары тесок Таковы правила разведения Имена представителей одной породы не должны повторяться Есть еще один забавный момент В имени лошади обязательно должны присутствовать Начальные буквы имен ее родителей Так у Вики и Купола рождается викинг У кукушки и брикета – кабриолет А у скалы и вулкана – сервантос Это только кажется, что придумать красивое имя лошади так просто А вы сами попробуйте Сейчас сальвини пульс, вот ожеребился 7 дней назад Сальвини пульс, СП, вот кобылка Придумывается Сальвини пульс, да Першероны – порода очень красивая Как тяжеловозам им свойственна сила и мощь Присутствие крови арабских скакунов Делает их грациозными и подвижными Как итог, кони большие, но не массивные Мощные, но не грузные Ход у них легкий, плавный Что под седлом, что в упряжке Кстати, чтобы порода не терялась И животные были в форме Им нужно регулярно давать нагрузку Запрягать в повозку или плуг Индинские першероны в части как у знатоков породы Так и у любителей Кони из местных конюшен пользуются успехом Далеко за пределами региона Вот в этом году у нас такой тренд По Золотому кольцу Лошади разъехались Ярославский зоопарк Четырехлетнего жеребца купил Для проката То есть туристов катает В Суздаль Пара ушла В Абагалюбово Жеребчик Катает туристов К храму Спасно-Норали Потом у нас каскадеры Ребята приехали, купили жеребца Кстати, этот жеребец Сейчас готовится сниматься в кино Так что, если увидите в новых российских фильмах першерона Имейте в виду Возможно, это парень из кузнецовских конюшен А если вы хотите увидеть этих красавцев не в кино, а лично Добро пожаловать в Коржевку Встречают тут гостеприимно Что хозяева, что сами лошади Перспективы хотели сделать Чтобы Такой здесь Был небольшой мир для любителей лошадей Чтобы можно было остаться с ночевой Покататься У нас красивые места Хороший маршрут можно вон и сделать Вот и еще один повод для команды Кургосветки Снова побывать в Индинском районе Удивительное дело Сколько бы мы сюда не приезжали Всегда найдется то, ради чего стоит вернуться Вот такой он Удивительный край малины, родников и лунных пейзажей 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 Удивительный край малины, родников и лунных пейзажей